Вместе с Мариной Мнишек за русский престол боролся не какой-то безвестный казачий атаман Заруцкий, а царь Дмитрий Иоаннович, ее муж, который в это время был еще жив. Однако Романовы, конечно, не могли признать, что они на самом деле воевали с законным русским ордынским царем. Они объявили, что они вели борьбу с казачьими войсками, и для этого заявили, что их вождем был некий Заруцкий, при котором всего лишь была Марина Мнишек. Возможно, действительно, в войске Дмитрия был некий атаман Заруцкий, который воевал вместе с ним с Романовыми. Но потом, когда историки о Романовых вычеркнули имя Дмитрия, осталось только имя Заруцкого, рядом с ним имя Марина Мнишек. Когда войска Дмитрия и Марина были разбиты, Романовым удалось расколоть казачий союз. Законный царь вместе с семьей бежал на яйк. Но там они были схвачены романовскими войсками и привезены в Москву. С семьей последнего русского царя династии Рюриков узурпаторы престола Романовы расправились не менее жестоко, чем с Годуновыми. В 1614 году был казнен царь Дмитрий. Его заговорщики посадили на кол. Как умерла Марина, доподлинно неизвестно. По одной версии она была повешена, по другой утоплена. Еще говорили, что она была заточена в круглой башне Коломенского Кремля, где безвременно скончалась. Конечно же, Романовы не пощадили и маленького сына Марины и Дмитрия Ивана. Мальчик был законным наследником престола, и его никак нельзя было оставлять в живых. Четырехлетнего ребенка Романовы публично повесили на спасских воротах Кремля. Эпоха смутного времени стала не только началом нового этапа русской истории, началом правления новой царской династии на Руси. Эта эпоха стала концом Великой Русской империи. С падением Рюриков Россия надолго утратила то положение в мире, которое она занимала около 400 лет. Огромные территории на Западе и на Востоке были потеряны навсегда. Даже с возникновением в XVIII веке империи Романовых Россия не вернула себе того могущества, которым она обладала в прошлом. В ее истории началась череда войн, внутренних расприй, противостояние между частями единой когда-то империи. Но главная трагедия России заключалась в том, что на долгие столетия она оказалась во власти людей, у которых было западное происхождение и прозападные ориентиры. Многовековая история и культура русского народа не представляла для них никакой ценности. Более того, была даже опасна. Будущие потомки и в России, и за ее пределами не должны были знать ни подлинной истории древней империи, ни правды о людях и событиях, ее разрушивших. Поэтому сразу же после воцарения Романовых в России началась планомерная работа по фальсификации истории русского государства. Сочиняя новую версию мирового исторического развития, романовские подручные уничтожали все, что этой версии не соответствовало. Древняя русская культура потеряла огромное количество памятников литературы, прикладного искусства, живописи. Были уничтожены уникальные архитектурные сооружения. Разрушен весь вековой уклад жизни русского народа. Об этом смотрите в нашем следующем фильме «Первые романовы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова